Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Сегодня мы с вами будем сажать семена садовой земляники, то есть клубники. И я еще нашла вот такие вот семена. Первый раз я их вижу. Это семена малины. Вот как вы видите, желтая малина. И очень хотела я вот такую длинненькую малину. Рассада очень дорогая. А здесь у нас 10 семечек за 28 рублей. Но я, конечно, не знаю, как эти семена будут всходить, поскольку буду сажать их первый раз. И вот вместе с вами мы посмотрим. Сажать я буду клубнику и малину одинаковым способом в торфяные таблетки. Вот таким способом я сажаю. Вот у меня торфяная таблеточка диаметром 3,5 мм. Можно 33,5 см. Можете 3 см взять. Каждую я кладу в стаканчик, потому что мне так удобно маркировать и подписывать название сорта. Потом я вот все поставлю вот так в один контейнер. И сверху накрою пленочкой для того, чтобы прорастало. Вот я высыпала семена клубнички. Вот, посмотрите, их всего 5 штук. Это у нас земляника ремонтантная. Вот такой вот сорт. Остров, сокровищ. Так, ну, как вы видите, семена очень мелкие, но семена земляники дорогие. И все-таки это минус производителю. Почему-то не закатывают в гранулы. Но я не видела еще семена клубники, закатанные в гранулы. Возможно, эти семена очень капризные, их нельзя в гранулы закатывать, я не знаю. Но, скорее всего, это так. Потому что семена клубники, они очень быстро теряют всхожесть. Наверное, быстро пропадают. Иначе бы наверняка, как петуни, их закатывали в гранулы. Вот берем таблеточку, положили в стаканчик, и заливаем ее горячей водой. Вода примерно градусов 40-45. Кипяток не нужно, но и холодную не надо воду наливать. То есть теплую воду. И пусть эта таблеточка стоит, разбухает. Вот уже у меня тут замоченная таблетка. Вот так она разбухла. Теперь мы берем семена. Семена клубнички я уже посадила. Вот так выглядят семена малины. Но сажается по одному и тому же принципу. То есть берем семечку. Вот такой удобный у меня пинцетик для маникюра, для стразиков. Он очень тонкий и хорошо захватывает меленькие бусинки и семена. И вот сюда мы бросаем семечку. Если у вас позволяет количество таблеток. То есть одна таблетка на одну семечку. Но у меня семян много, а таблеток маловато. Поэтому я буду по три семечки. Можно вот так это руками делать. Вот видите, три семечки положили и немножечко вот так их заглубили. Все, теперь подписываем, что это малина. Или вот клубнику, когда вы посадили вот маркировку сюда. Подписываем. Малина, восемнадцатая, ноль третья. И на малине пишем. Восемнадцатая, ноль третья. Это я в тетрадку записываю для того, чтобы не забыть. Потому что когда много сажаешь сразу, а не запишешь, потом обязательно забудешь. Малина, восемнадцатая, ноль третья. И клеим вот так маркировочки. Вот поэтому я люблю использовать стаканчики. Наши семена никак не перепутаются. И ставим все в контейнер. Вот здесь у меня уже посажена клубничка. Малина. Все это накрывается лафанчиком. И ставлю она в светлое, теплое место. То есть на подоконник, если он у вас теплый, вы не открываете форточку. Либо под лампы дневного света. Вот так вот, в общем-то, просто сажается. Малину я вообще первый раз сажаю. Не знаю, что получится. Буду с вами делиться своими результатами. Землянику я уже сажала. Земляника, в общем-то, хорошо должна взойти. Вот по моему предыдущему опыту. Схожесть хорошая и некапризная. Растет нормально. И потом, когда все это будет вытягиваться, будем досыпать землю. Я уже показывала на примере петунии в предыдущих видео, как это делается. В общем-то, все по одному и тому же принципу. Ну, в общем-то, у нас должна вырасти вот такая вот. Красивая малинка. Я, конечно, не представляю, как она у нас такая вырастет. Но должны мы ее вырастить. И вот такая желтенькая. Если вам интересны мои видео, подписывайтесь на канал. Буду потом показывать, как это все высаживать. Будем сажать с вами еще другие семена. Желаю всем удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok